Недавно мы все наблюдали послание президента Российской Федерации, обращенное Государственной Думе к Федеральному Собранию. Ну и вообще нужно сказать, что на самом деле, если кого-то интересует, кто реально сейчас политик номер один, то пусть посмотрят просто количество зрителей на всех площадках. Я, например, смотрелась ВКонтакте, все государственные телеканалы транслировали, транслировал YouTube отдельно. Все эти площадки, они видели огромное количество зрителей, огромное количество реакций. Тут хотелось бы сразу еще обратить внимание, что сразу набежали тролли, которые обычно троллят, наверное, за Леху Навального, а в этот раз они просто там типа старик, уйди, там еще там что-то, там какие-то эти самые. Вот интересно, Путин, старика Байден, кто? Ну, ладно, это все как бы лирика. В Донбассе, конечно же, больше всего ждали заявлений каких-то, которые бы артикулировали о том, что мы признаем Донбасс или мы не оставим Донбасс, или мы защитим Донбасс, или Украина должна уйти с территории, которую она занимает незаконно, на территории бывших Донецкой и Луганской области, там, где проходил референдум, пусть они оставят эти территории. Ну, допустим, да, там максималисты могли пофантазировать, что могли вообще Украине поставить какие-то жесткие ультиматумы. И это было бы справедливо, потому что Украина, ну, во многом они просто уже действительно, они все перепутали и все забыли уже. Так нельзя так обстреливать в тупую, убивать мирное население, там, детей продолжать убивать. Этого всего делать, конечно же, нельзя. Но у меня невольного возникает вопрос. Ну, то есть, понятно, что было большое разочарование, что Путин не произнес прямо, что вот, а вот касаемо Донбасса, да, то есть, вот как в свое время, там, Марк Катон-старший все время говорил, что же касаемо Карфагена, вот о чем бы он не выступал там в Риме, да, он все равно говорил, а касаемо Карфагена, Карфаген должен быть разрушен. Вот Путин не сказал, что Карфаген должен быть разрушен по двум причинам, с моей точки зрения. Первое, Украина это никакой не Карфаген, там как бы в рожи не вышли для Карфагена. Второе и самое важное, у России огромное количество проблемных регионов, огромное. Есть свои попытки сепаратизма во Владивостоке и на Дальнем Востоке. Помните, там были приморские партизаны, там другие всякие разные темы. Есть очень серьезные, большие вопросы вокруг Калининграда. Давайте вспомним, что когда, допустим, была первая попытка белоленточной революции, когда вместо Навального сел удальцов, они на полном серьезе своим куратором из Грузии, кстати, интересно, да, там кураторы, нанятые американцами в Грузии, которые приехали курировать, там, заряжать деньгами все вот эти вот вещи, они им обещали, что устроят бучу одновременно в трех точках, то есть в центре России, ну, надо так как-нибудь в Москве, да, или в Санкт-Петербурге, в Калининграде и во Владивостоке, чтобы типа было трудно контролировать везде, там, пользуясь протяженностью России, ее разорванностью и так далее. Давайте не забывать, что никуда не делась проблема, там, Кавказа, никуда не делась проблема Средней Азии, никуда не делась проблема ИГИЛ и так далее. То есть, наверное, со своим количеством каких-то ожиданий и надежд в каждом из этих регионов смотрели выступление Путина и ожидали, что он скажет, что вот касаемо конкретно вашей проблемы, я вам могу артикулировать, что и там дальше перечислить меры, которые уберут весь тот бардак, в моем случае у нас здесь, в Донбассе. Мне тоже по-человечески искренне хотелось, конечно же, это услышать. Но, ребята, давайте представим себе, сколько в России регионов, но фактически уже регион России. Он про все регионы должен сказать. Он должен сесть, развернуть такой список, большой тоже, как в Древнем Риме, который не заканчивается, вращает, вращает, а он не заканчивается. И он по поводу каждой из провинций начинает рассказывать, как будут исправляться проблемы в Казани, в Сектакваре, во Владивостоке, в Ивановской области. Они есть везде, эти проблемы. У нас тоже есть свои специфические, очень болезненные. Они очень неприятны, эти проблемы. Но давайте будем объективными. Почему именно так это должно происходить? И самое главное, теперь на что я хотел бы обратить внимание, то есть вот без всяких этих уже там долгих подводок, без шуточек и так далее, мы почему-то не заметили, что нам обещали, что на нас тут обрушится военный ад еще чуть ли не с начала весны. Мы уже скоро с вами встретим Пасху и потом День Победы, а никакого ада как бы так и не наступило. И это как раз-таки непосредственная заслуга России. Это огромное количество высказываний политиков самого разного уровня, это огромная работа СМИ, прессы. У Соловьева, которого многие не любят откровенно, у него эта повестка вообще не выходила. Об этом кто только не говорил. Об этом говорили левые, правые, об этом говорили православные, об этом говорили там непонятные, все об этом говорили, но так или иначе все говорили, что Донбасс трогать нельзя. Все предупреждали, говорил об этом Шойгу, говорил об этом Лавров, говорил об этом Захарова. Об этом, кстати, Путин тоже как бы реплики по этому поводу отпускал, просто несколько раньше, не во время федерального собрания. Но самое главное, что кроме слов были еще и дела. И эти дела — это передвижение войск, которые в три разных стороны пошли, и Украине дали понять, что если вы сейчас начнете на Донбассе, то мы сейчас начнем везде, вы этого хотите. И в итоге Украина ничего не начала. И все, понимаете? То есть как бы мы это не оценили с вами. Мы всегда с вами, мы ожидаем чего-то, что я обращаюсь сейчас, когда говорю «мы с вами». Я обращаюсь к своим соотечественникам, которые в Донбассе живут вместе со мной постоянно, и к той части патриотически настроенной России, то есть не к тем, кому там неважно, за что лишь бы покритиковать Путина, а к той патриотически настроенной части России, которая хотела бы увидеть какие-то реальные подвижки в сторону укрепления государственной власти, перемены, может быть, там, политического режима, потому что демократия надоела, надо что-то более реальное, чем демократия, там, чтобы были совершены какие-то шаги к суверенной экономике, там, к суверенной цифре своей и так далее, и так далее. Пока мы всего этого не наблюдаем в открытом виде, но при этом мы не наблюдаем, чтобы могли сюда позволить себе войти какие-нибудь засранцы и вести здесь городские бои, как нас же этими слухами травили с вами, ведь правда, да? Что войдут в Донбасс, что в том числе и в Донецке городские бои идти, что мы тут будем чуть ли не лично свои квартиры защищать. Ведь нам это два месяца весны рассказывали, этого не произошло. Но мы уже не скажем за это спасибо Путину, потому что мы отреагировали на вброс о том, что вот, дескать, там, Путин сейчас на федеральном собрании вообще Донбасс признает и все, и дальше там трава не расти. Ну и как бы все понятно, это называется эффект обманутых ожиданий. Кстати, это не я придумал, но вообще эта технология и много сотен лет. В данном случае я в первый раз, у меня стали все кирпичики на место, я понял, как это все будет работать. Я это прочел, если не ошибаюсь, у Коца в телеграм-канале, что вот через пару дней будет обращение, там не будет никаких признаний, зато будет эффект обманутого ожидания, и потом все готовьтесь, опять Путин, типа, Путин будет плохой. Я лично не хочу сейчас рассказывать, что Путин очень хороший, или что он очень плохой, или что он еще какой-то, я не знаю, что это за человек. Но я хочу обратить ваше внимание, что российская государственность сделала все возможное, для того, чтобы здесь смерть одного человека вызывала огромный резонанс. Чтобы мы говорили не о сотнях смертей, не о тысячах смертей, чтобы здесь не катались украинские танки, чтобы в Петровском родном и любимом моем районе там не зашли азовцы и не насиловали молодых красивых девушек. Этого не произошло. Этого не произошло с Горловкой, со всеми другими местами, этого не произошло. Мы это проигнорировали, нам это все равно. Нас кто-то убедил, что Путин должен был признать на федеральном собрании. Что это? Что Донбасс – это нечто большее. Нечто большее, чем вся Россия. Вы сравните, пожалуйста, на карте Россию и Донбасс. Я понимаю, что это реперная точка, что это все остальное. Но почему президент Российской Федерации, почему мы с вами настолько эгоистичны? Мы что, это больше всех заслужили? Мы с вами все ходили воевать? У нас у всех в семье кто-нибудь погиб? Прямо у всех у всех? Мы точно ничего не делали? Мы точно не сидели, не брюзжали? Мы заслужили вот такого признания? Вы прямо лично нам должны выйти и до земли поклониться и сказать, что типа ребята… Ну я не понимаю просто почему, с какой стати, мы вообще кем мы себя тут возомнили? Да, у нас тут несколько сложная жизнь. Но в Грозном, когда были войны в 90-х, там люди человечину ели от голода. И собаки на улицах дичали до такой степени, что рвали людей живых. Вы в Донецке видели такое? Нет. Я вам скажу почему. Россия не дала этого сделать. Вы хотите прямо сейчас, чтобы все было просто и быстро? А мы сами с вами сделали что-то, чтобы все было просто и быстро? Лично мы с вами? Нет, не сделали. Поэтому, когда начинается вот эта вот вся вот эта возня, там рассказы о том, что разочаровало меня, знаешь ли, послание президента, легче всего критиковать президента, конечно. Меня интересует гораздо больше другое. Почему никто не обращает внимание, в какую сторону развиваются будущие процессы? Реально, мы ждали с вами уже 7 лет. Я сам жду, я тоже, я не уезжал никогда отсюда, мне не хочется отсюда уезжать. Я знаю, что здесь все закончится нашей победой. Но я понимаю, что это не делается вот так вот, по щелчку, по нашей с вами там, по щучьему велению, по моему хотенью. Это не так делается, это будет сделано несколько иначе. Давайте терпеть. И давайте, по крайней мере, не создавать нервозный фон. Мы сейчас с вами входим в русское политическое поле, мы получаем паспорта. Мы сейчас будем голосовать на следующих русских выборах. Мы за кого будем голосовать? За патриотические силы, которые нормальную Россию нам построят? Или мы, может, давайте проголосуем за Леху Навального? Потому что он говорит все то же самое, что говорим сейчас мы после того, как... Ну, он и его адепты, имеется в виду. После того, как нас якобы тут почему-то не признал Путин. Ну и самое главное, задайте себе вопрос, откуда вы вообще узнали о том, что Путин должен вас тут признать, нас тут признать? Кто вам это сказал? Было официальное заявление, может быть, может, на сайте Кремля это где-то написано. Откуда мы это с вами знаем? Это вброс. Понимаете? Этот вот... Нужно просто учиться фильтровать источники информации. Когда этот источник информации, это извечный ОБС, то есть одна бабка сказала. Ну, давайте, может, тогда потрудимся, дадим себе труд посмотреть, где, что, как происходит на самом деле. Потому что, ну, как бы, нам трудно здесь, да. Но поверьте, и России с нами трудно. Мы конфликтный регион, мы проблемный регион. Было бы проще нас, как бы, оставить. Этого семь лет не происходит, и этого никогда не произойдет. Но мы не испытываем благодарности по этому поводу. Я, когда смотрю на своих маленьких детей, это вот, я отлично понимаю психологию народа Натбаса по отношению к России. Потому что, вот, мои маленькие дети, они тоже, они хотят, там, получить, там, игрушечный револьвер или трансформер прямо сейчас. И им неинтересно, почему они не получают его прямо сейчас. Что там? Идет великий пост, идут какие-то, там, другие процессы. Им все равно, что они каждый день едят, что они ходят в чистой одежде, что кто-то платит за их жилье. Это им неинтересно. Нам тоже с вами это было неинтересно, когда мы были маленькими. Но давайте не будем маленькими хотя бы в геополитике. Давайте не будем давать себя развести. Вот так вот по-жесткому развести. Это, в принципе, все, что я хотел сказать. Попробуем.